Добрый день, центр инвестора Китфинанс приветствует вас на нашем брифинге посвященном срочном уровне организации «Франли», как обычно, по пятницу в 13.00 обсуждаем стратегии на срочных акционах и в ближайшие несколько минут мы с вами обсудим основные моменты. Ситуация у нас с определением тренда пока не задалась, пока не первая и вторая попытка по определению основного направления движения не увенчалась успехом, но тем не менее сейчас существует определенный ряд предпосылок, с помощью которых можно уже как-то, на мой взгляд, более определить текущие направления. Да, это все у нас случилось за последнюю неделю, за как раз те самые случаи расширения корректора, и, собственно, как раз о них мы сейчас и поговорим. Давайте сразу перейдем к основной информации, к изменению объема открытых позиций по опционам на фьючерсный индекс РТС с 17 августа до текущего дня. Так, сегодня у нас... Да, в общем, да, все правильно. Как мы видим, за последние недели, несмотря на то, что были движения и вниз, и вверх, и по большому счету, амплитуд у нас осталась, ну, скажем так, цена осталась в ранее занимаемых границах, да, где-то на уровне 140-4 тысяч пунктов по фьючерсу на индекс РТС, то есть середина диапазона, ну, сейчас уже чуть выше середины диапазона. Мы видим за это время больше накопления пунктов. В общем-то, по 140-му, 135-му, 130-му и 125-му, 120-му страйков. Колов выросло не принципиально больше. Всего 100... Около 140... Так, не 145-й, 150-й колы больше всего выросли по объему, что, собственно, говорит больше о спросе на футы. Ну, на мой взгляд, это, конечно, информация свидетельствует в пользу продавцов, в пользу того, что даже если были открыты длинные позиции по фьючерсам, ориентация все равно на страхование риска, страхование на то, что рынок в ближайшее время может развернуться. Кроме того, такая... Ну, волатильность у нас сегодня, естественно, падает больше обычного в связи с тем, что сегодня у нас пятница и падение волатильности связано с учетом временного распада на выходные дни. Небольшое восстановление примерно до 144 тысяч пунктов. В принципе, как был бы ковик, так он у нас и остался. Кардинальных изменений на рынке не произошло. Все, в общем-то, в тех же диапазонах. Единственный положительный момент, кто уже достаточно однозначно определился с направлением движения, это то, что мы с вами обсуждали на прошлой неделе, это также золото. Вот мы с вами наблюдаем то, что оно пробило 1630 пунктов, ведущего в начале недели, во вторник, и, соответственно, подошло к сопротивлению на хае 1672. Вот как раз тот самый максимум. В принципе, можно также это определить, как границу восходящего, вяло-восходящего канала. Рост ожидаемой волатильности тоже тут, в общем-то, золото, в отличие от индекса РТ, все, в отличие от американского ВИД, не обратно пропорционален, да, ожидаемой волатильность по золоту, не обратно пропорционален длине цены и увеличивается как-то в случае роста и падения цены на базовые активы. Поэтому, собственно, дорожение опционов мы сейчас видим, но, тем не менее, все равно волатильность по золоту очень на невысоких уровнях, и в дальнейшем, в случае развития тренда, рост волатильности у нас может продолжиться, ну и, соответственно, поход пропорционов при дальнейшем трендовых сигналах может быть вполне оправданным. Так, из того, что у нас более однозначно смотрится, это упомянуто и мною ранее, фичерс на газпром, то есть на пробитие максимума сработали только один раз, минимум, и пока не тестировали это, то, что у нас из альтернативных фичерсов. Евро-доллар тоже могу рекомендовать как инструмент, который вышел из боковика и достаточно оживленно продолжает движение наверх, но, тем не менее, с опционами на евро-доллар у нас напряженка и выстанет опционные стратегии без доступа на ЦМГ на парте достаточно проблематично, поэтому о него пока ничего не говорю. Так, ну, в общем, с основной информацией у меня, пожалуй, все. Дальнейшие изменения фондового рынка будем обсуждать с вами, срочного рынка будем обсуждать с вами уже в понедельник. Если есть какие-то вопросы, пожалуйста, давайте в чат, в право нижнем углу вашего экрана, запись мероприятия остановится на нашем канале в YouTube, в YouTube.com.br, помните, что данные мероприятия подготовлены исключительно на информационных целях, все решения вы принимаете самостоятельно, но, конечно, все, по-моему, разъяснения по нашим рекомендациям мы, естественно, всегда даем. Я еще некоторое время в чате, пожалуйста, не стесняйтесь, задавайте вопросы. Спасибо, что были с нами на этой неделе. Удачных вам торгов, удачный торговать неделю. Будем смотреть, что произошло на рынке и обсуждать изменения в портфеле в понедельник в это же время в 13.00. Так, удачных выходных, все хорошо, до свидания.